Девушки отдыхают Этические блюда, то есть с пользой. Что сегодня будет? Рыба есть. Сегодня мы готовим розочки из рыбы. По какому принципу ты выбираешь рыбу? То есть что важно для того, чтобы эти розочки приготовить? Вот в данном случае я сегодня взяла тилапию. Я беру низкокалорийную рыбу, то есть не семейство лососевых, там все-таки больше содержания жира, нежели вот в пресно-водной рыбе. Но тилапия будет вкусна в виде розочек? Да, тилапия будет очень вкусна. Кулинары во всем мире, ты знаешь, ее очень любят. Она очень напоминает вкус курицы даже где-то. Вот смотри, я взяла филе тилапии и порезала вот такими полосками, буквально сантиметр шириной. Здесь важно, чтобы полоски были целыми, да, для того, чтобы розочки готовить? Да, это были такие длинные полосочки вдоль всего филе. Если у меня будет филе длиннее, то это нормально? То есть они могут быть любой длины? Пусть оно будет длиннее, конечно. А сколько нужно для розочек таких полосочек? Это зависит от диаметра розочки, которую мы сейчас будем с тобой делать. Ну, буквально на одну порцию надо грамм 150-200 рыбы, филе. О, грибы, давай я тебе помогу. Давай, вот возьми гриб и порежь его вот такими красивыми пластинами, чтобы был виден контур. Для этого блюда мы берем шампиньоны или годятся какие-то другие грибы? Можно рыбу это делать, вообще, ты знаешь, без шампиньонов. Но сегодня мы сделаем более такой насыщенный вкус, потому что у нас будет сыр и гриб. Отлично, у меня смотри, какой красивый получился вкус. Надя, и еще мне, пожалуйста, вот так тоненькими пластиночками порежь сыр, а я буду собирать. Смотрите, мы берем одну полосочку рыбы и закручиваем ее вот таким рулетиком. Уже начинает быть похоже на розочку. Да, 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 я буду оформлять эти листочки. Теперь я беру твои грибы, которые ты порезала, сделаю такой слой. Теперь я опять беру... Слой рыбки, слой грибов, пока мы ничего не солим, не перчим, да? Мы не солим, не перчим. Ну, в это время уже я поставила духовку на 200 градусов, так как мы будем рыбу запекать. И теперь еще один слой рыбки или даже не один? Даже можно не один слой рыбы. Угу. Теперь я возьму пару кусочков сыра для того, чтобы все-таки был более пикантный вкус, острый. Скажи, Наташа, название-то счастливее. Вот когда очень хотелось есть, уже ничего не зависело от внешнего вида еды? Или все-таки ты и тогда вот так вот смотрела и думала, сейчас бы розочку? Мне всегда хотелось красиво кушать. Ты знаешь, все-таки аппетит очень сильно зависит от внешнего вида блюда. И поэтому мы сегодня готовим не просто рыбу, а рыбные розочки. Я хочу еще сказать об одном секрете. Вот у меня здесь есть такие палочки. Это шашлычные палочки, которые продаются в супермаркете. Шпажки. Я их замочила в воде. Для чего? Чтобы мы когда поставим нашу розочку в духовку, чтобы вот эта наша палочка деревянная, она не пересохла и не поломалась. А сколько минуток нужно держать в воде? Ну буквально, ты знаешь, ну 10 минут достаточно будет. И сейчас ты скрепляешь? Я скрепляю, да. Это все-таки работа такая тонкая. Нужно тренироваться, да? Но она того стоит. Она того стоит. Все-таки мы должны наслаждаться едой, вкушать ее. Каждый раз точек. Красиво, очень даже. Я тебе там палочки, смотри, об этом в воде, да? Сколько нужно таких палочек, чтобы роза крепко держалась? Я вот взяла в данном случае три штуки. А теперь я возьму пергаментную бумагу, постелю ее на противень. Ну, скажем прямо, первая розочка все-таки комом или штурвалом, да. Смотри, я немножко на противень добавлю оливковое масло. Буквально две капли. Немножко совсем, да? Оно не помешает. Вот, сейчас мы выкладываем их на противень и немножко присолю все-таки. Без соли все равно пища. Да, согласна с тобой. Я люблю солененькое, еще и перченое. Может, поперчим? Я тоже люблю солененькое, перчененькое, остренькое. На проекте, конечно, этого не удавалось нам покушать. Когда ты понимаешь, что это здорово, это хорошо, это правильно, то потом уже привыкаешь. Главная прекрасная цель. А наша цель сегодня – рыбные розочки. И мы запекаем буквально минут 15. Что важно, чтобы рыба не пересохла, наверное? Все-таки, да, надо контролировать. Минут 15 перед высох градусов, но мы должны все равно за ней посматривать. Пока рыба в духовке, чем займемся? Смотри, я сейчас такой сделаю соус, он бесподобен. Соус годится только для этого блюда или его можно использовать еще? Соус на основе лимона. Но если вы любите лимон, то почему бы его не использовать с другим каким-то блюдом, правда? Значит, он будет кислый, да? Он будет пикантный. Давай. Смотрите, я возьму несколько лимонов, очищенные они, так, и убираем косточки. Нарезаем кубиками произвольно, потому что мы сейчас будем лимон перетирать. Я поняла, что соус – это как одежда. Одежда украшает человека, да, скрывает какие-то недостатки. Если есть изъяны в фигуре, как нам кажется. Вот точно так же и соус. Согласна. И получается, что самое пресное блюдо можно соусом преобразить, да? Да. Вот рыба, смотри, у нас чуть-чуть подсолена, да? Чуть-чуть она подперчена. Но вот этот прекрасный соус, который будет с кислинкой, он настолько ее дополнит, он настолько ее украсит. Слушай, а если вместо лимона я, например, захочу использовать апельсиновый или грейпфрут? Экспериментируйте, фантазируйте. Так, мы сейчас все это перекладываем в миску и будем вот таким вот блендером ручным. О! Да, работать. До какой степени размельчила? Посмотри, нет абсолютно у нас никаких комочков. Все у нас однородная масса получилась. Так, ну а теперь смотри. Какое-то лимонное пюре. Угу. Очень сочный лимон. Но это хорошо, что сочный? Ну, конечно, да. Он не пересокший лимон. Теперь нам нужно пол столовой ложки соли. Опять же, это на ваше усмотрение. Смотрите, я посолила, подперчила. Теперь я добавлю тоже половину столовой ложки масла. Мы делаем небольшую порцию этого соуса. Ну, масло здесь для чего? Оно смягчает вкус. Конечно, да. И, ребята, мы добавляем сахар. Ну, как обычно в лимон, и мы всегда добавляем сахар. Но он придаст вот эту прекрасную ноту, прекрасный вкус. Чайную ложку всего. Буквально чайную ложку. Полтора лимона, чайная ложка сахара. Я думаю, что мы даже и не почувствуем, что стало слаще. Попробуешь? А, это уже готовый соус? Все, он готов. Боюсь, пробую. Ну, вот на твой вкус, что бы добавить можно было? Вкуснотень. И мне нравится, что там есть эти пряности, которые дают такой богатый вкус. А если добавить еще базилик, кинзу, тархун, тоже придаст пикантный вкус? Может, петрушечки? Мы можем порезать, можем нарвать. Он не будет таким бледным, правда? Конечно. Как говорится, стало гораздо веселей. Ну, что же. Вот. Соус готов. Мы эти розочки можем сделать тоже из помидоров. Давай. Ты знаешь, у нас будет прямо розито. Целый букет. Букет. Да, букет. Рыбная розочка. Роза из помидоров на зеленой подушке из салата. Это будет так по-летнему. Ага. Значит, ты начинаешь как-то по-особому там разрезать помидор. Я вот так вот снимаю шкурочку. А, ты просто чистишь его сперва? Я просто очищу, да. Вот такая вот полосочка, да, смотрите, по сантиметру шириной. Угу. И смеем и сделаем розочку. А, теперь просто сворачиваешь спиральку и получается красивый цветок. Ой, красиво. Класс. Когда я встречаюсь с Наташей, я точно уверена, всегда будет блюдо не только вкусное, но еще и диетическое. А это очень важно для наших фигурок. Стараюсь, очень стараюсь. А сколько же калорий будет в этом блюде? 100 килокалорий будет в одной розочке. Плюс мы его приготовили без масла в духовке. Конечно. Рыбные розочки провели в духовке 15 минут. Давай смотреть. Давай. Оп. Волнует. А красота-то какая. Какой сырный акцент интересный. Вот цвет такой веселый получился. Правда, интересно, так расплавился сыр. А теперь нужно вынуть шпажки. Да. Мы немножко можем подождать, конечно, когда подостанет. Мне так хочется быстрее попробовать. Мне тоже. О. Посмотрите. Ой, красота. Угу. Буквально прошло 15 минут. Прекрасное блюдо. Низкокалорийное, диетическое. То, что нам надо. Вкусно будет, я уверена. Давай попробуем. Подожди, я хочу, ты знаешь, подать соус. Мы его подадим очень красиво, оригинально. А мы прям сразу не будем поливать рыбку? Мы не будем поливать. Я думаю, что надо сначала вкусить ее без соуса, потом дополнить ее соусом. И это будет такая эйфория и гармония. Это просто праздник вкусной и здоровой пищи с Натальей из Огородни. Жалко разрушать такую красоту, но я понимаю, что мне очень хочется попробовать. А-па. Мне нравится. Тилапия заслуживает того, чтобы из нее делать розы. Прекрасно. Наташа Загородняя научила нас сегодня готовить не только красивое, но еще необыкновенно вкусное и легкое диетическое блюдо. Рыбные розочки из тилапии. Для того, чтобы его приготовить, нам понадобится полкило филе тилапии, 100 грамм грибов, 150 граммов сыра. Рыбное филе режем на полосочки, из них делаем розочки. Протыкаем шпажками. Внутрь добавляем грибы и сыр. Плюс соус, который мы приготовили из лимонов, сахара, соли и перца. Все добавляйте по вкусу, как вам больше нравится. И не забудьте ложечку оливкового масла. Розочки отправляем на 15 минут в духовку, и блюдо готово. Это очень вкусно. К тому же я уверена, что вашим деткам захочется попробовать рыбные розочки. Они необыкновенно красивы.